Итак, не поняла? Можешь писать, да? Отлично. Вот. Гели для души батареи. Ну, собственно, новые размешки, которые вы увидите. Я уже взяла. Шампунь. Они, правда, здесь в праздном рублях, извините. Да, не кей-то еще кто-то. Да, не знаю, потому что я достала сейчас из сухи. Но цена их значительно гуманна, они очень недороги. Это первое. А второе, обратите внимание, мы везде посчитали, нас все спрашивали, вы натуральная косметика или нет? Мы посчитали процент натуральности, чтобы вам было понятно. Вот на каждом флакончике теперь будут появляться цифры, которые вы будете видеть. Особенно это касается отдельных препаратов. Мы не можем это считать в эксперте, потому что там очень много пептидов, инновационных ингредиентов. Но в таких вот препаратах, пожалуйста, вот в 94% натуральных продуктов. Я не думаю сейчас. Мы только, когда Галина запишала в свою руку, мы не допьем, наверное, до главного. Это у нас. Потому что это... Да. Практически там закрепки нет. У меня клиентка один раз пришла и сказала, что это неправильно. Ну, нет, на самом деле, я выняла, да, это я передавлю. Там нужно на самом деле написать не 6 месяцев, потому что вы открыли, он стоит в ванной комнате, да, влажная следа. И есть опасность, что... Хотя он стоит, надо убрать 6 месяцев до 50-12, чтобы нет, не боялся. Он будет стоять в гости. И вот он, честно, не будет. Там лауринсульфат натрия присутствует. Что? Лауринсульфат натрия присутствует. Здесь есть лауринсульфат натрия. Это дешевый гель для душа. Но то, что я буду рассказывать, все... Боётся? Нет, лауринсульфат натрия бояться не нужно. Есть лауринсульфат натрия, лаурил. Он опасный, он детергент. А это лаурет. Это более мягкий препарат. Более того, это сочетание мягких пауз. Более того, здесь не просто лаурет, там есть дополнительные мягкие моющие агенты из сахаров на основе саркозина, сделаны там это сочетание, но вы без лауретта не получите пену, ту, которую... Ну и спокойно шампунь его нет. В салонке тоже нет. В дешевых шампунях есть лаурет, в дорогих нет, но дорогой продукт, который здесь лауретта, слез так называемый, поэтому все зависит от экономических возможностей ваших клиентов. Более того, это же смывается водой, он не успевает ничего сделать с вашей кожей. Сколько вы минут держите гель для душа? Ну одну минуту на теле, на мыле смыли, все, там ничего не успеет произойти, поэтому ничего страшного. А вот с волосами, да, здесь, наверное, имеет смысл все же обратить внимание на шампунь без слез. Но, еще повторяю, это в большей части для тех, у кого чувствительная кожа головы, у кого сухие волосы, у кого есть проблемы с волосами. Те, у кого нет проблем с волосами, тоже ничего страшного, но тем не менее. Итак, следующий слайд, следующий. Итак, уход за волосами ботаника тоже достаточно натуральный, появляется в нового продукта. Ну и, естественно, краски ботаника. Мы их делали дешевыми, чтобы они были доступны любой аудитории. Они аммиачные. Но, к сожалению, с седину безаммиаченными красками вы не закрасите. Поэтому это, все же, для более возрастной аудитории, у которых, конечно, всегда меньше немножко средств. Но, тем не менее, это именно для ухода за волосами, которые уже требуют отрашивания седины. Следующий? Следующий слайд. Ну, а вот так раз серия активных гиалуронов, которые без слезовый шампунь. Вот здесь, пожалуйста, те, кто очень беспокоится о качестве своих волос, те, кто желает получить их идеальными, пустыми, эластичными, более жопными, это вот сюда. Здесь особая гиалуроновая красота, она пришита к специфическому полимеру, поэтому она вместе с ним обволакивает волосы и не забывается, когда вы моете эти шампуньи. Потрясающий совершенно эффект от использования гиалурона. Нет сульфата, нет ничего. Вот это, верните, обратно, слайд, там с гиалуроном. Вот. То есть шампунь, бальзам, бифазная сыворотка, специальный наполнитель волос, пиллерный волос в этом голубого цвета, с увлажнением, делающий волосы более эластичными. Особенно хорошо после морских купаний и после активного солнца, потому что гиалуроновая кислота сделает волосы более влажными, увлажненными, более эластичными и более блестящими. А как вы пользуетесь, а как тем другом? Вот это не смываемый спрей, шмолтали, просто нанести на поверхность волосы. Солмчик, да, это что? А в леумарке тоже, да, после улажнений? Да, мы не хотим. Слишком. Далее, сыворотка, которую наполнитель наносится как на влажные, так и на сухие волосы. Затем у меня чего? Хотите во время, после мытья, хотите уже потом, если вы забыли, о котором что-то. Не, 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 это для тела, у меня это для тела, у меня это для тела, у меня это спрей, на это для тела надо. Постоянно, здесь еще раз повторяю, все очень зависит от потребителя. Есть люди, озабоченные качеством своих волос, люди, озабоченные их состоянием и прочим. А те, у кого так хорошо, что волосами, прекрасно, будут волосы с шампунем Ботаника и пойдут себе уготусом. Прекрасный, шампунь из серия Ля Крем, они тоже очень мягкие, с мягкими палами и так далее. Поэтому здесь выбор огромный, да. Щипа масляных своих, как бы их, как бы, на влажные волосы, на влажные волосы, да. Да, лучше на влажные. Но есть такие сухие волосы, что он согнет, и их, да, лучше на влажные. Ну, естественно, для вашего удовольствия и развлечения серия La Provence, серия Fleur de Provence, это коллекция средств для мягкого очищения. Лаванда и ботыль, это запахи Прованса, пшиной и апельсин и ваниль. Я не понимаю, почему они туда заложили ваниль, я что-то в Провансе ваниль особо не наблюдала. Апельсин, это просто прекрасно. Цветы апельсина не кладут даже в хлеб. Fleur de la Vange, это их все. Поэтому они приятные серии с очень приятными, замечательными запахами, которые просто поднимут вам настроение. Если у вас плохое настроение, вам нужна бодрость. Это апельсин, известно, что апельсин такой энерджайзер. Если вы устали и вам требуется покоя, успокоить нервную систему, это лаванда. Поэтому выбирайте в зависимости от состояния, настроения и главное, что вам будет у вас это вопрос. Это последнее, да? Отлично. Ну а теперь у нас осталось с вами действительно немного времени, чтобы провести мастер-класс. И единственное, мне понадобится ассистент, который будет держать мне микрофон. Вытащить нужно будет стульчик. Мастер-класс. Я не знаю, как вам звучат, как вы выбираете модель. Вы вас знаете, на что возьмем? Давайте мы вам сделаем... Я хочу вот эту женщину. Покажите мне эту женщину. Я ей необходимое хотела. Вы сядете вторым сразу после второй модели. Мы вам сделаем замечательную липсер-классу, и мы уберем отеки под глазами. Единственное, мы будем вынуждены убрать макияж с глаз. Не страшно? Ничего. Отлично. Можно. Писал. Вам можно все. Можно пригласил сделать макияж с глазами. В любом случае, сейчас один ночью. Я сказала, можно сделать... Да. А модель... Вторая модель будет вот дама-класса. Это студента. А, не знаю, что нужна модель, если к каким-то достаточно серьезным проблемам. И тут можем... Пигменты, если к нашему, мы вам не поможем. Мне не пахнет. Это другая проблема. Мне нужна более возрастная. А вот... Как можно быть... Вот у меня тоже более возрастная. Самая возрастная яд, а возьмите меня. Да. Римма Валерьевна. Самая возрастная. Да, вот. Самая возрастная модель. Здесь, среди вас. Прекрасно. Отлично. Садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас с вами... АПЛОДИСМЕНТЫ Порядочек нет, да? Здесь... Модель. Пожалуйста, пожалуйста. Мы сделаем вот дама. Отлично. Прекрасно. Отлично. Здравствуйте. Пожалуйста. Давайте давай. Мы будем решать и дерзенности сегодня. Я просто так слегка. Меня так слышно или не очень? Слышно, слышно. Если у тебя тишина, то у тебя тишина. Еще раз, пожалуйста. Можем соблюдать тишину? Загнать Толмаса. Я даже озвучу ее потрясающий возраст. Представляете, ей 80 лет будет. Было уже. Было уже. Обычно. Поэтому когда вы знакомитесь, неважно, где вы проводите этот мастер-класс, и таким образом вы проводите процедуры, естественно, вы должны соблюсти несколько очень важных вещей. Первый, конечно, даже в контакт с вашим... У меня, потому что слово пациент, это как-то дикторо бесконечно. С вашим клиентом, с человеком, который должен, в общем-то, вы с ним должны войти все равно в некое доверие. Потому что скептиса везде полно. Да вы понимаете, что огромное количество косметических компаний присутствует на рынке, и каждый из них рассказывает про волшебные препараты, которые у них есть в ассортименте. Поэтому вы покажете свое волшебство. Нам нужно убрать негатив и максимально. И максимально человек уводить свою активную косметическую среду в свой клуб любителей кислородной косметики. Поэтому... Что вы должны обязательно делать? Естественно, познакомиться, но мы уже познакомились. Марина Ханун. Узнать возраст. Это вам нужно для того, чтобы помимо тех средств, которые вы будете использовать непосредственно в мастер-классе, вы можете порекомендовать что-то еще купить. Мало ли что. Кроме этого, единственное, спросите, нет ли у вас аллергии. Ну, всяко бывает в этой жизни. Вы можете посадить какому человеку, который склонен к аллергическим реакциям. Ваша манипуляция может привести к негативным последствиям. Ну, а дальше все очень по протоколу. Тактику стратегии ухода за кожей никто не отменял. Вы работаете неважно с какими препаратами. Вам важно заблюсти последовательность косметической процедуры. И, собственно, это мы будем с вами делать. Поскольку вы косметологи неопытные, обязательно закройте чем-нибудь одежду вашего клиента. Потому что, если вы что-то капните, это может вызвать тоже негатив. Старайтесь не работать в области глаз. Это чувствительная зона. Если вы начнете смывать макияж, вам вы размажете его по поверхности. И вообще не все готовы расстаться со своими ресницами в конкретный момент. Но мы сегодня не будем особо тоже проводить глаза. Но, тем не менее, я буду на самом деле. Мы сегодня сделаем уникальную процедуру. Да, я покажу вам фокус оригинантной массы. Второй фокус мы покажем на другой нашей коллеге. А сейчас мы проделаем фокусы здесь. Итак, дальше, естественно, вы должны начать... Даже если пациент говорит вам, я не наносил ничего, все равно мы следуем тактики и стратегии водозакона. Снимаем все украшения, потому что вы можете слегка поцарапать лицо, задеть кольцом и так далее. Понятно, что вы должны вымыть руки, потому что вы касаетесь лица, руки должны быть максимально чистыми. Естественно, я их протру салфетками, но при этом не забывайте о правилах гигиены. И у нас есть антибактериальные салфетки. У нас есть антибактериальные салфетки. Возьмите их, протрите каждый палец буквально. Протрите все абсолютно ладушки и прочие. И это для того, чтобы действительно очистить руки. Иногда, если волосы слишком падают, и вы не хотите их испачкать, заложите здесь салфетками эту зону. Вот, как вариант. Тогда вы можете смело крупными мазками наносить маску. У нас будет сейчас раздуваться. Паяна, ну один раз мы сделали инопланетянины. Сейчас делаем. Долушкой. Сейчас делаем долушкой. И так. И так. У нас есть мицеллярные салфетки. Поэтому для скорости мы воспользуемся ими. Мы уберем загрязнение с поверхности кожи. Уберем остатки макияжа. Потому что нам нужно проводить довольно серьезную манипуляцию. Хотя вы можете взять флакон и с помощью ватного диска, смоченного мицеллярной воде, проделать все буквально следующее. Я взяла специальные две салфетки. Каждую половину лица нужно слезть своей. Потому что, и вы увидите, как они прекрасно работают. Несколько движений. Вот. И макияж убран. Все снимается. И все снимается. Несколько движений с другой стороны. Не волнуйтесь. Вот. Совсем даже. И макияж убран. Видите, салфетка буквально вся пропитана макияжем. Она прекрасным образом удаляет буквально все. Аккуратненько убирает макияж с глазок. Здесь немножко внизу, чтобы не размазать. Да. Вот. Берем следующую салфетку и проделываем все буквально то же самое. Движения всегда должны быть по массажным линиям. От центра лба к вистам. От носа к вистам. Но когда вы убираете макияж вокруг глаз, мы помним, это всегда к внутреннему. К внутреннему. Уголку глаза. Почему? У нас вот здесь вот в зоне внутреннего угла есть так называемый лимфатический коллектор. и венозный коллектор. Вы этими движениями еще и делаете легкий массаж, сбрасывая застоявшуюся лимфу, жидкость буквально туда, убирая все, что у нас тут задержалось. Небольшие воспаления. Кожа поврежденная. Есть сосудики. Но это уже возрастные изменения, которые, к сожалению, но вся кожа в очень хорошем состоянии. Прям вот замечательно. Мы очистили кожу. Далее, в сущности, можно следовать классике, косметологии, потому что кожа достаточно сухая, и ей, конечно, нужно убрать заблизнение более мягким, деликатным средством. Не используйте в такой процедуре пенящиеся гели, потому что вы создадите эту пену, вам очень тяжело ее будет смыть. Это все начнет капать на одежду вашего пациента. И это все, в общем, будет вызывать негатив, или вам нужно просить ее пойти умыться, ну и так далее. Поэтому мы возьмем немножко молочка, нанесем его небольшое количество на поверхность кожи, чтобы все очистить кожу, привести ее в состояние чистого и ухоженного вида. Небольшое количество разносим по поверхности кожи, опять запоследуя массажным линиям. Практически у меня под руками кожа довольно шершавая, потому что есть признаки так называемого гиперкератоза. Ну то есть вот эти вот неровности, которые возникают, это застоявшиеся старые клетки и так далее. Руки протираете свои салфетками, всегда должна быть на столе коробка с такими косметическими тонкими салфетками. Что мы делаем дальше? Слегка смачиваем пальчики водичкой и такими круговыми движениями просто разносим молочко по поверхности кожи. Сейчас происходит процесс эмульгации загрязнений, то есть они обволакиваются и убираются с поверхности кожи. И процесс эмульгации, который нам позволит еще немножко снять ближайшие клетки. В общем-то этого времени совершенно достаточно, чтобы все это убрать. А какая разница между тоником и молочком? Мицеллярной водой может быть молочком? Да, мицеллярной водой. Мицеллярная вода хорошо удаляет поверхностный макияж. То есть если вам нужно снять самый драматический макияж, а ваша женщина очень любит пользоваться яркими, насыщенно поиспользовать макияж, его очень тяжело смывать. Чтобы его не размазывать по лицу, снимаете мицеллярной водой. Если вы видите, что кожа клиента более сухая, воспользуйтесь еще дополнительно молочком, чтобы ее хорошо очистить. Сейчас мы не просто сняли остатки макияжа, мы еще немножечко разрыхлили роговой слой, потому что здесь есть мягкие поверхностно-активные вещества, здесь есть мягкие достаточно масла, которые все же будут кожу немножечко питать. Я сейчас пока сняла сухой салфеткой остатки молочка, но сейчас я возьму ватный диск, смочу его водой и проделаю эту же процедуру. Проделаю эту же процедуру, но уже остатки молочка нужно смывать. Слышно, я вам говорила, что остатки молочка требуют сухого снятия, потому что там тоже есть активные поверхностные вещества, иначе оно будет умывать. Но здесь работает еще система удаления подобного подобного. Молочки есть масла, есть жировые субстанции, которые будут растворять кожный жир, остатки макияжа тоже в том числе. И фактически вы сейчас, чтобы вам было понятно, что молочко удаляет макияж, я сейчас вам покажу остатки макияжа. Вот видите, ватный диск, у нас здесь следы. То есть мы-то сняли макияж, но очистить кожу очень-то следует. А молочко тоником можно снять? Да, в следующем этапе мы снимем остатки. Нет, лучше снять влажным диском или просто сполоснуть лицо, промокнуть остатки и снять тоником. Вот теперь лучше снять тоником остатки молочка и остатки загрязнений. Я показываю вам, на самом деле, как важно хорошо очистить кожу. Потому что, что бы вы потом не делали, кожа благодарна воспримет все активные ингредиенты и будет очень хорошо реагировать на всевозможные ваши манипуляции. Вы можете потом очень особо ничего не делать, нанести брем и отпустить. Уже будет хорошо. Парень двухфазный, его смывать надо? Тоже надо смывать витеральный, да. Это сейчас витеральная вода? Просто воду я полосну. Это вода витеральная, да? Это тоник. Я протяглась с салфетками с витеральной водой. А после молочком можно использовать салфетку? Ну вот лучше еще раз тоником пройти. И мы видим, что наш тоник ясно удаляет все остатки. Вот. Это видно, видите, диск он не очень чистый был. То есть мы домуили наконец лицо. И, в общем-то, теперь мы видим девственно чистую кожу. Поэтому я говорю, поскольку Пареноконом никогда ничего с собой не делал. Поэтому мы будем ей сейчас проводить совершенно потрясающую, уникальную процедуру. У нас пациент возрастной. Поэтому для того, чтобы действительно усилить действие всех наших препаратов, конечно, мы должны сделать маску. А чтобы усилить действие маски, мы возьмем наш кислородный активатор с замечательной сывороткой. И несколько капель. Несколько капель нанесем на кожу от масок. Таких с достаточно тонким сноем. Не нужно стремиться сделать это плотно. Но что сейчас будет происходить? Кислородные дроны жужжат уже почти на коже. Не забывайте, что лицо у женщины заканчивается в области талии. Поэтому, когда будем давать нашему пациенту продолжение, то есть всегда говорите, зону декольте обязательно. И вообще используем везде, чтобы нет, если шея. Мы нанесем сейчас сюда сыворотку. Сыворотка супер. А? Да, не можно кислородом сыворотку. Да, да, можно заменить кислородом. Да, можно. А? 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 А теперь у нас... А? Не, нет. А, не? А? А? А, не? А? 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 Мы сделаем питательную маску, потому что... Вот, это все. Она очень хорошая. Прочнее, что я... Да. Мы сейчас сделаем питательную маску. Вы можете сочетать серии между собой. Имейте это в виду. Отчищающий тоник от обычного тоника. Ничем. И пергена очищающий тоник. Ничем, по большому счету. Вы можете сочетать серии между собой. А потом протираю тоником. Любая наделать отличную. На самом деле ничем не отличается. Ну, такой термомологический путаница. Который иногда возводит в заблуждение. Вот. Теперь нам нужно... У вас ни у кого нету случайно спрея кислородного сабора? Ой, блин, я не взяла сабора. Нет. Он очень хороший. Сома есть. Да. Да. Я сейчас расскажу, зачем. Достаточно тонким, но плотным слоем покрываем кожу маской питательной. Выбор между питательной маской и маской детокс неважно какой. Но кожа такая суховатая и возрастная. В питательной маске почти нет наполнителей. То есть нет дикотонита, белой глины и так далее, которые мы всегда кладем в маски. Сейчас нашу один вопрос. Самый главный вопрос, который меня интересует давно. Тем не менее, в действии этой маски мы сейчас проделываем следующий фокус. Римахан, можно один вопрос? Да. Вот у нас в части носа бывают капилляры. Вот что, например, маска детокс, можно использовать? Кислородный бальцал и маска детокс. Это поможет? Средства для лечения сосудов на носу. А маски не вредны капиллярам? Нет. Нет? Это одно из заблуждений косметических, когда маска считается, что активные косметические средства провоцируют появление капилляров. Ничего подобного. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем с вами буквально следующее. Если бы у меня была бы маска с наполнителями, я бы, может быть, просто смочила водой. Берем салфетку косметическую, сворачиваем ее косыточкой. По-хорошему, ее нужно спрыснуть вашим замечательным спреем. И этот влажный спрей будет еще дополнительно оттащить кислород в кожу. Но у нас этого нет. Мы просто немножко сможем водой, чтобы усилить действие маски. Можно взять просто минеральную воду. Вот берем треугольничком, прям цепляем ее к носу. И приверляем к лицу. Берем вторую салфетку и все то же самое проделываем уже в другой стиранции. Зачем мы это проделываем вообще? Зачем мы репим салфетки и делаем не умеем? В глубину. В полную служебность. Инопланетянка. Инопланетянин. Мы же в космос летели. Ну что, должно быть, да? У меня вид был еще хуже, когда я чего-то... Да, 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 да. О, маска, ну да, 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 да. На самом деле сейчас внутри у нас кислородный наш активатор, который создал сейчас такую кислородную подушку, такой кислородный оазис внутри кожи. Идет процесс сейчас впитывания кислорода и активных добавок. Он же начинает тащить активные ингредиенты маски, но и кожу в том числе. Эти салфетки, они необходимы для того, чтобы мы преследуем две цели. Влажные салфетки усиливают впитываемость маски. Если маска длинной, они не дают ей высыхать преждевременно. Во-первых, вам будет очень тяжело смыть маску, если она высохнет, когда ваш клиент сидит вот в кресле. Вам нужно тогда брать спонж, его сильно долго отмывать. Нам это не нужно. Но пока Фарина Харом сидит, мы сейчас делаем определенный фокус, который... У нас с вами есть альгинатная маска. Вот у Экспертин у маскаларда очень красивый. Она очень хорошая. Я ее салфетом, я ее салфетом. Я ее салфетом, я ее салфетом. Я ее салфетом, я ее сюда салфетом. У нас салфетом, я ее салфетом, не слишком. Мы сейчасigt эту салфетку 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 выполняем. Мы од Hugrин у меня complicат. Я ее салфетки… Вам начинается шар? Я ее салфетку немножко, я ее салфетку. Голова онаcz Thailand. У меня нет страшного. И еще. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И она испытывает действительно комфорт и удовольствие. Кроме этого, естественно, лёгкая окклюзия уберёт сейчас отёки под глазами, потому что это такое лёгкое надавливание. Сейчас маска начинает высыхать, она начинает сокращаться. И дальше практически маска начинает высыхать, начинает сокращаться и немножко надавливает отвертые глазные яблоки. То есть на самом деле плюс альгинат, его получают из морской водоросли. Это полимер, который при растворении с водой начинает полимеризоваться и застывать. На самом деле это полисахарин. Он обладает мощнейшим увлажняющим действием. Поэтому то, что мы видим сейчас, и то, что мы испытываем сейчас, мы получим тройной эффект. Эффект разглаживания мелких морщин, эффект увлажнения кожи, эффект снятия отёков за счёт активации микроциркуляции ещё и тёмных кругов под глазами. Улучшится тонус кожи вокруг глаз. Но самое главное, что мы ещё и испытаем такое ощущение общего комфорта и релакса. Потому что эта прохладная маска, которая сейчас лежит на глазах, создаёт такое действительно ощущение бесконечного отдыха. Даже если вы ничего не делаете, иногда полежать 15 минут на диване с такой маской, видите, её очень легко наносить. И опять, сложность использования альгинатных масок заключается в том, что их, правда, вы наносят, она течёт, насколько вы сидите. Вы можете взять точно так же, вот такую же плёнку, вылить туда вашу маску, распределить её и нанести на лицо. Сделайте отверстие для носа, или кому важно, для рта. Но это не обязательно. Носку, да, конечно, нужно освободить. Поэтому она точно так же не будет смываться. Вот она уже застыла, чтобы вы не пугались, что мы... Я даже могу уже убрать плёнку. Вот видите, ничего не осталось у нас вообще. Но кожа вокруг глаз приобрела вот действительно вот такой потрясающий тон. Всё очень легко удаляется, видите, всё. Даже нигде ничего не осталось. Вообще. Это очень удобно. А теперь мы снимем маску, потому что время прошло, мы уже пообщались с клиентом, потёрли ему ручки. Вот. И этими же салфетками слегка придавая пальцами, убирая маску. Сразу идти. Смотрите, всё. Всё. Потихонечку убрали. Это облегчит снятие маски, и это значительно, значительным образом... У нас же и влажные ещё салфетки. Вы фото то сделали? Да. Глаза отдохнули. Ну, поскольку маска была питательная, она практически съела. Кожа её практически съела, но всё же с лекарным диском протрем лицом, чтобы убрать остатки. Чтобы не было дискомфортных ощущений. Но вы видите, прошло-то всего ничего времени. Мы в общей сложности занимаемся нашим клиентам минут 15. Но за 15 минут мы успели видеть и высветить ей лицо, сделать её глаза более сияющими, зрячими. Лучше видно? Часто говорят после такой процедуры, что меня я лучше видеть стал, потому что вот это вот ощущение, да, как будто бы очистилось поле зрения. Ну а теперь нам нужно нанести на кожу небольшое количество дневного крема, но мы нанесём активатор. Нанесём, да, немножечко активатора, потому что нам нужно, чтобы это сияние кожи продолжилось дальше и усилилось. Поэтому небольшое количество дневного крема. Спасибо. Можно идти, потом ещё дневной крем. И всё. ФССПФ и так далее. В общем, поднести зеркало, сказать, как вы себя находитесь. Смотрите, что это с Euxом. Уходи не tasty, серьёзных уголовщиков. Ну, неются. Уходи больше, если гидрагн suppliers можно сделать. Нет, ты можешь видеть. Блин, всё. Суферный клавиш. Я не знаю, что я могу. Покит. Скажи. Бокит. Скажи. Нет, просто. Бокит. нехитрых таких манипуляций, 15 минут таких очень простых манипуляций, которые даже не требуют от вас какой-то высокой косметической квалификации. Единственный фокус – это маска одненадная на глаза, никому в голову это не приходило делать, все боятся, что отвините вместе с ресницами. Я вам показала, видите, все снялось просто. Подержите чуть дольше, она совсем застынет, тогда совсем легко ее снять. И даже выговорили ниоткуда не нужно, она прекрасно себя будет вести. На глаза только эту маску. Дорище, занимайтесь этим, делайте для себя. Такое приятное ощущение. Кожа прям, по-моему, вообще она у меня помолодилась. И так приятно самой, как приятно. Несмотря на то, что я что-то сегодня сделала. Ну, не все. Надо сделать обязательно. А сейчас мы проделаем процедуру лифтинга. Есть еще время. Опять это маска. Спасибо. 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 Продолжение следует...